Глава седьмая. Вопросы учителю. Блаженный Шука сказал. В ответ на речь Майтреи ученый сын Вьясы, Ведура, молвил. О, премудрый муж, объясни мне, как бесконечное единое целое может совершать движение? Как может обладать волею и свойствами? Как нечто, заполняющее собою все, способно воплощаться? Откуда взяться желанию у того, кто насыщен сам собою? Ведь он не дитя малое, чтобы тянуться к играм от неудовлетворенности тем, что имеет. Ты говаривал, что высшее существо силою воли творит мир разнообразия, поддерживает его и сокрушает, дабы потом начать творить заново. Что побуждает его к действию? Уже ли недостаточно ему быть самим в себе? Сознание пребывает вне времени и обстоятельств. Отчего малая его часть впадает в забытие и помрачение? Отчего душа мнит себя смертной? Уже ли невежество сильнее духа? Уже ли тьма способна сокрыть свет, сознание, приобрести свойства вещества? Бог вечно пребудет с каждой своей частицею, с каждой душою. Почему дозволяет он ей страдать? Почему не предотвращает поступки, за которые ей придется мучиться в будущем? Истинно то, что вечно. Как истинно может быть жертвою обмана? Как вечное блаженство в отдельной своей части способно испытывать боль? Как совершенное делается порочным? Святой Шука сказал Вопросы гостя поначалу привели старца в замешательство. И лишь призвав на помощь в нечувственный опыт, мудрец продолжил свой сказ. Майтрея сказал Единое сознание, полагают некоторые, однажды становится жертвою самообмана, при этом оставаясь свободным от условностей. Такое утверждение противоречит здравому смыслу. В действительности отдельная часть единого сознания обзаводится самомнением, образом, с которым отождествляет себя. Страх расстаться с приобретенным образом и есть страх смерти. Душа не умирает, как не лишается головы человек, которому снится, что его обезглавливают. Подобно тому, как отраженная в воде луна кажется колеблющейся, сознание, отраженное в веществе, будто бы приобретает вещественные качества. Разорвав узы с миром вещей, сознание растворяет в небытии свой вещественный образ. Отдав себя во служение высшему существу, частица сознания возвращает себе свой истинный нетленный облик. Лишь примкнув к высшему существу, чувства отдельного существа приходят в согласие и находят свое исполнение. И тогда только частица сознания избавляется от страха и тревог, подобно человеку, что пробудился от дурного сна. Внемля притчем о Всевышнем, его забавах и нраве, душа освобождается от страданий. Те же, в ком уже пробудилось желание служить благодатной пыли с лотосных стоп Господа обретают бесконечное счастье. Ведура молвил Точно луч солнца, пробившееся мрачное подземелье, ответы твои, мудрый муж, рассеяли тьму моих сомнений. Если страдания наши происходят от наблюдения за колебанием вещества, то все они — обман, наваждение. В здешнем мире счастливы либо откровенные глупцы, либо шагнувшие за границы разума. Все прочие принуждены влачить жизнь полною страданий. Просветлянный старец, ты открыл мне глаза на природу зримого мира. Образы, что окружают меня, лишь плод моего воображения. Я склоняюсь к твоим стопам и молю не оставлять меня в моем шествии к истине. Ученые мужи говорят, что всякий, кто отдал себя во служение Кришне, врагу демона Матху, избавляется от страданий и обретает свое естество в обители счастья. Человеку, невоздержанному в страстях, не видать необраченного бытия, где вечно правит Бог богов, владыка жизни. Сердцу не мил путь к истине, если одолевает его жадность к власти, богатству и славе. Итак, ты сказал, что сотворив из совокупного вещества исполинское тело Вселенной и наделив вещество чувствами и орудиями чувств, Всевышний вошел в него как одушевленное начало, душа Вселенной, который возлежит на водах причинного океана, первозданного вещества. Движимое одушевленным началом, вещество приобретает облики и переходит из одного состояния в другое. Тысячерукое и тысяченогое тело Вселенной заключает в себе множество ярусов, в коих обитают существа разного уровня сознания. У одушевленной Вселенной есть орудия чувств, предметы ощущений и десять жизненных ветров, что образуют три вида жизненной силы. Расскажи, как живет эта исполинская особь и какие задачи выполняют члены громадного тела. Как передается жизнь от родителя сыновьям, дочерям и внукам? Как удерживается сходство внутри семейств и видов жизни? Для чего саморожденный патриарх произвел на свет царей Ману, коих величают блюстителями закона Божьего? Расскажи мне о них и их потомках. Поведай о ярусах Вселенной, что расположены выше и ниже земли, об их величинах, а также о величине и очертаниях земли. Как произошли на свет твари ходячие, ползучие и летающие, люди, боги, звери, птицы, гады. Почему одни вынашиваются во чреве, другие созревают в яйце, третьи произрастают из плода в земле? Поведуй о саморожденном Брахме все держители Вишну и все благом Шиеве, что заключают в себе три состояния природы. Как высшее существо воплощается в зримом мире и в чьем обществе предается своим блаженным играм? Расскажи о сословиях людей и духовных укладах, о сословных нравах и обязанностях, о достоинствах их и пороках. Как произошли на свет мудрецы, хранители священных преданий? Какие есть виды жертвенной деятельности и как она свершается? Что значит единение с единым путем действия, отделения его от стихий, свершения таинств и поминания о нем? Почему к единому Богу ведет такое множество дорог и как найти наиболее годную для себя? Откуда берется противление Богу и какова судьба богоборцев? Чем чревато кровосмешение сословий? Как душа перевоплощается в следующее тело? Отчего душа воплощается в разных видах жизни, как это зависит от состояния ее сознания? Священное слово гласит, что первостепенным для человека является исполнение долга, имущественное благополучие, чувственное удовольствие и освобождение. Каким трудом лучше всего добывать себе средства к существованию? Как удерживать закон и порядок среди людей, добивающихся этих очевидно разных целей? Как появились на свет родоначальники вселенной, где обитают они ныне и как человек должен почитать их? Как звезды и прочие небесные тела соотносятся друг с другом? Как исчисляется время в разных ярусах вселенной? Что пользы человеку от делания добра ближнему? Что пользы ему от воздержания? Что лучше жить в миру, окружив себя заботами, или отречься от земных дел? На кого уповать человеку в час смертельной опасности? Что есть долг человека и закон Божий? Как польза Богу от исполнения нами его законов? Вероятно, не все вопросы я задал тебе, мудрец, потому доверяю тебе самому решить, что будет полезно мне знать в поиске истины, а что лишь смутит мою душу? Из каких начал состоит вселенная и что происходит со стихиями во время всеобщего разрушения? Кто остается с Богом, когда мир погружается в небытие? Чем занят он в промежутках между уничтожением и сотворением мира? Каково место Бога и отдельных душ в пределах сотворенного мира? Что есть природа? Как появились на свет притчи, святые предания? Какое место занимает учитель в жизни человека? Каковы должны быть отношения духовного воспитателя и ученика? Обитель Бога. Его запредельное бытие мы представляем себе так, как живописуют ее в старинных преданиях просветленные мужи. но возможно ли узреть истину самостоятельно без помощи кого бы то ни было? К тебе, Майтрея, я обращаю свои вопросы, ибо словешь ты в миру мудрым провидцем и непревзойденным знатоком древних преданий. Ответом своим ты поможешь всем искателям истины. ведь ни добрые дела, ни воздержания, ни жертвоприношения, ни умозрительное построение не могут сравниться с даром, что несет людям видящий истину. Блаженный Шука продолжал. Речи ведуры оживили в сознании мудреца образы запредельного мира. Потому заговорил он с великим воодушевлением. Начал он свой рассказ с того, как появилось на свет первое святое предание. мудреца 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 первое вижу мудреца . arta мудреца Субтитры создавал DimaTorzok